Ребятушки, привет! Доброе утро! Долго, да, видосиков я не выпускал? Слушайте, у нас какая-то погода такая беспонтовая. Ветра, ветра, ветра дуют. Такие мощные, сильные, что, ну, собраться с мыслями на улице, что-то поснимать. Я не знаю, как снимает мама отличника у нас, но что-то у меня никак не получается. Сирень, ребятки. Все уже отцветает. Я смотрю, вот тут соседскую сирень, конечно, мимо люди ходят постоянно. Тут у нас, как бы, улица проходная такая. Не проезжая, но проходная очень. Активно люди ходят. Всю ободрали, просто всю ободрали. Это вот, там вот еще один куст есть, чуть подальше. Там на нем вообще живого места нет. Но, между прочим, говорят, что, как бы, для сирени это нормально. Ничего страшного в этом нет. И что, чтобы она на следующий год еще пышнее была. Это нормально. Можно обдирать. Вон, в сквере Победы красивая сирень. Тут прям видно за сиренью. Смотрите, ухаживали, да, подрезали ее. И она прям вот деревом выросла. Вот одно дерево и второе дерево. Красивое. Ну, что там, рассказывайте, как у вас погодка. Из Челябинска мне родственники уже отправляют видео сообщение о том, что у них снег растаял. И очень-очень-очень много воды. Снега было очень много. Но дядька мой, Андрей Геннадьевич, он предрекал, он говорит, слушай, ну снега, говорит, навалило. Столько, говорит, навалило снега, что чувствую я, мы весной будем плавать. Ну, так оно и получается. Вот только с вами начинаю говорить, сразу ветерок поднимается, не дает ничего рассказать. Вот поэтому, я так понимаю, что в Челябинской области тоже подтапливает. Храм вот, смотрите, уже как подняли. Совсем немножко осталось. Посмотрим потом, как купала. Купала, наверное, будут как-то заливать, подливать. Интересно очень. Ну, посмотрим. Ну, и что у нас, ребят? У нас с началом сезона открывается сезон байкеров, тут самокатчиков, всего вот этого вот, всего. И вчера вон там у нас на перекрестке вот магазин Магнит, да? И вот машины сверху вот как едут вниз. Вон, видите, как же Гульбин я бы сейчас проехал. А вот тут, вот, видите, вот здесь желтая машина, здесь парковка. Вот машина сверху ехала, как я начала поворачивать на парковку. Все. А в это время в попутном направлении, но только вылетев навстречу. Мальчишки. Ну, лет по 16, наверное, пацанам. На питбайке. Ну, безбашенные вообще. Они тут, мы, потому что ехали, я Алиску со школы забрал. Они ехали снизу вверх туда, в гору. На заднем колесе там, ну, вообще просто там что творят на дороге, это, конечно, ужас. Ну, и прав-то ни у кого же у них нет, ничего нет. Это вообще горные эмоции, они, ну, предназначены для того, что вот где-то по спецтрассам они гонять должны там и так далее. Иди сюда, лисичка. Иди ко мне. Вот. И, в общем, поворачивает это Кия. Они несутся по встречке параллельно Кии. И все, и въехали в эту Кия. Просто, ну, вот маневр у них не получился. Въехали в эту Кия и вылетели на встречную полосу. А там припаркованный автомобиль был в Жигули седьмой модели. И они в нее. И это ужас. Они же, ну, они не защищенные вообще, у них не было ничего. Все. Водитель, битбайка. парнишка молодой сразу же. Ну, как, вроде как говорят, что в больнице. По пути в больнице или в больнице. Ну, короче, все. Нету больше, пацаны. Второй в тяжелом состоянии. Вот пацанам развлечение, да? Адреналин, кайф. родителям горе. Поэтому я к чему это все? Уважаемые товарищи, родители своих детей. Пожалуйста, обращайте внимание, сейчас в летний период, обращайте внимание на то, где они у вас находятся, с кем они тусуются и так далее. Вот в плане таких экстремальных движений. Если даже просто самокат электрический, вы не думайте, это тоже средство повышенной опасности, как и любое автотранспортное средство. Научите своих детей, да и велосипеды то же самое. Научите своих детей, они же летят на этих великах по проезжей части, через дорогу они обязаны просто остановиться, осмотреться, взять в руки велосипед, перейти, потому что могут не они аварийную ситуацию какую-нибудь создать, а водитель, который отвлекся, понимаете? Я же не говорю, что водители все такие там тоже. Тоже есть такие, которые там это, лицо в телефон опустили или еще куда-то там голову задрали свою, и все, и капец, и несчастный случай. Поэтому поговорите со всеми своими детьми, у кого есть такие средства передвижения. Это, конечно, круто, они облегчают нашу жизнь, и велики, и самокаты, это очень удобно, это круто. Но видите, какие вот ситуации происходят. Особенно это все происходит, когда вот самокаты гоняют на проезжей части. Это очень печально. Поэтому такая немножко нотка не позитива с утра, но тем не менее я хочу просто донести до всех, что, ребят, все, зима кончилась, настало, ну, грубо говоря, уже лето, а летом, как вы знаете, у нас самое большое количество всех этих ДТП с участием именно детей. Ну, и еще раз о погоде. Ветер 15-20 метров в секунду сменится сегодня у нас хороший, теплый, я бы сказал, даже жаркой погодой семнутики обещают до пятницы повышение температуры, сегодня до плюс 30, завтра тоже будет тепло, и к пятнице и к субботе вернутся обычные весенние средние показатели. Вот так вот будем говорить. Вот смотрите, как люди фундамент льются. Как вам? Нормально? Пойдет? Четенько, да? Класс. Вот плита, видите, красиво, подпорно и очень залито. Кстати, тут вот объявление было продам. Продается вот этот участок, видимо, уже с фундам продается, что ли. Стройка в Анапе и субсехе идет полным ходом. И сразу же такой прогноз рынка читал недавно, что будет подорожание строительных материалов. да кто бы удивился-то, когда бы подешевление-то было бы хоть раз бы. Каждый год только подорожание до подорожания. Уже подорожало все до такой степени, что при общении с риэлторами вообще спрашиваешь, то есть, ну, как вообще обстоят дела на рынке недвижимости. И все риэлторы вот в один голос говорят. Да вообще сделок по недвижимости за наличку, ну, если одна в квартал, а остальные все по ипотеке. Все по ипотеке. Представляете, вот какие цены, что все берут только по ипотеке, только в ипотеку. и причем еще что вам скажу, если сравнивать, например, наши здесь цены и цены в Челябинске, то они кое-где в Челябинске даже дороже, чем здесь у нас. Для меня это, конечно, шок. Хочется спросить, у вас там что, море выкопали? Или что там у вас? почему так? А потом-то, ну, начиная анализировать ситуацию в мире, конечно, понимаешь, с чем это все связано. Просто открылось много производств, люди пошли работать, пошли работать, пошли брать те же самые ипотеки, риэлторы, видя ситуацию на рынке недвижимости начинают поднимать цены и все. или не риэлторы, кто там цены поднимает, как это происходит, рост цены. В общем, вот так вот. Такой анализ, мой анализ рынка недвижимости. Ну и в Анапе очень много строится, очень много застройщиков, очень много строится, и вот порой очень некачественное жилье, конечно, продается. Люди гонятся за ценой. Иди давай домой. Видят, что вроде цена недорогая на объект недвижимости. Вот это их подкупает. А как построен дом, он же сверху там замазан, заделан и все. А то, что он там из досок и палок будет построен. Короче, люди же не видят, не знают многие. Поэтому потом кусают локти. Поэтому я вообще в принципе рекомендую конечно всем, кто едет на юг смотреть все объекты недвижимости. Сначала сомним и потом, если они какие-то сомнения у вас вызывают, обязательно обратитесь к специалистам, к строителям, кто может провести анализ бетона и так далее, и так далее, и так далее. Это все делается очень легко, просто все это можно сделать. надо опытного человека. То есть нашли дом, выбрали, обязательно посмотрите на локацию, в которой он находится. Походите по соседям, пообщайтесь, не стесняйтесь. Место, чтобы не топило, вода, чтобы была свет, газ, все, что вам необходимо. На все обращайте внимание. Узнавайте у соседей, как часто отключают электроэнергию, потому что у нас здесь это бич краснодарского края. В принципе, газ и свет. Вот. И уже, если вы такие, все услышали, все вас устраивает, обратитесь к специалистам, которые приедут, осмотрят дом и уже скажут окончательный вердикт, стоит этот дом этих денег или не стоит, стоит его брать или он развалится у вас там через год, через два. Сейчас вот сезон как раз начинается. Сейчас все поедут на моря, кто-то поедет покупать. Но это всегда так, весна. поэтому, ребят, будьте внимательны. Вот видите, здесь за сиренью видимо, что немножко даже ухаживали. Тут за ней ухаживать не так уж тяжело, просто вот эти кустики все повыпиливал и осталось одно дерево и все. Ну вот она, красавица. Пчелы вон работают. активно. Пчелам работы, конечно, валом. Что-то я сегодня разогнался, да, со своими нравоучениями. Ну что, ребят, предупрежден, значит, вооружен. вот так вот надо к этому относиться. Вот. Ну и я всем пожелаю хорошего дня, отличного настроения. Дай бог всем крепкого здоровья. вооружен. Субтитры сделал DimaTorzok